Дивен Богу и святых своих Бога Израилев восклицал такими словами царь-пророк Давид в то время, когда Господь помогал им в особенности победы над врагами, каких-то других действий благодати Святого Духа, когда Господь неотступна. Да Он и никогда, всегда неотступна с нами, даже если мы тяжело согрешаем, и лишь только произносим слово Господи, помилуй Господи, прости, Господь забывает все наши обиды, и, як учаду любивый Отец, приходит нам навстречу. 1 августа за новым календарем Святая Церковь празднует память обретения мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. Преподобный Серафим Саровский, он наш современник, он человек, который жил с родителями, человек, который был воспитан родителями, но его сердце горело к Богу. С ранних детских лет он не любил этих игр, которые сегодня нам тоже предлагают, и родители, к сожалению, более детям дают не божественные помыслы, а суетные, земные, которые не несут за собой ничего неумного, не развивающего ума человека, но пагубные. Он остался в детстве сиротой. Мама положила в его сердце и в своем уме, чтобы ее сын вырос добрым христианином, вырос человеком с большой буквы, потому что мы все призваны тихой пристани Царства Небесного. Но лишь только это Царство Божие берется силой, берется войной. Не с братом, не с родителями, не с другими народами, а войной тот, кто воюет против нас, врагом рода человеческого дьявола. К сожалению, часто в молодости особенностей мы бываем побеждаемы страстями и пороками. И лишь изредка есть такие святые, которые всем сердцем возлюбили Бога, как Антоний, Феодосий, ряд других Киево-Печерских угодников Божьих и Опочаевский, великомученик-целитель Пантелеимон, великомученица Варвара и ряд других угодников Божьих, которых не достоин весь мир. Святые иконы, храмы, мощи терпят то же самое, что терпит живой человек. И мне кажется, это может быть мое такое помышление, что безбожники, люди далеки от правды и истины, завладившиеся в темноте грехов, для них еще страшнее икона Божьей Матери, когда смотрят иногда с любовью, а иногда таким строгим взглядом. И грешники этого боятся. Мы боимся мощей, потому что боимся заразиться, боимся прикоснуться к ним, может быть, не столько, сколько мы чувствуем свою греховность, и боимся зайти в храм, в пещеры, потому что враг смущается и приносит нам возмущение наших сердец. И XX век — это был век сплошного гонения на церковь, уничтожения святынь и уничтожения человечества, потому что в Риме первых три века кровь лилась рекою по воскресению Христовым. В мире всегда было гонение на истинных христиан. А в Советском Союзе боялись не только живых, но более всего боялись мощей. Была изъята церковная утварь, были закрыты храмы, убито множество священнослужителей, епископов, монашествующих и просто христиан. И были убиты умы, культуры, развития новых технологий, потому что невежды боялись, что они будут обличать это невежество и старались всячески принести какие-то прикрости, обиды и угодникам Божьим. И слову покойного блаженнейшего митрополита Владимира, с которым много беседовали о обретении мощей вторичной преподобного Феодосия, как ему преподобный Феодосий явился, и блаженнейшего спрашивает в пещерном храме Троицкого собора, в подвале, «Владыка, вы же могли бы защитить церковь Чернигова, храм?» А он ответил, «Я мог бы, и имею дерзновение у Бога, но я хочу, чтобы народ сам проснулся, чтобы он увидел помощь от Господа, помощь от святых угодников и стал невидим». Также, когда были переданы из каких-то запасников музеев завернутые в ковры мощи Осафа Белгородского, преподобного Серафима Саровского, были бирки написаны и приклеены к руке, или сели на резинке, блаженнейший митрополит Владимир «Увидел мощи преподобного Серафима Саровского и вспомнил слова, которые он говорил, «Прославлю того, кто прославляет меня». То есть император относился с глубочайшим уважением к преподобному Серафиму Саровскому. И когда было первое обретение мощи, он нес святые мощи. Впоследствии в 2000 году Господь по молитвах угодников Божих причислил и царя-мученика-исповедника Страстотерпца Клику Святых, тогда, когда были обретены мощи при вторичном преподобном Серафиме Саровского. Мы сегодня празднуем память этого великого угодника Божьего, который есть в одной Вселенской Православной Церкви, но есть особая и сугубая благодать молитвенная в том или ином месте, где он подвязался. Это Дивеева пустынь, монастырь сегодня. Это Киево-Печерская лавра, куда он пришел на поклонение, а после пошел в Китай и получил благословение духовника своего, преподобного Досифея. Он же был женщиной, но настолько он в подвигах изнурил свое лицо, что было невозможно узнать, кто это. Он никогда до Сифея не заходил в храм, он боялся зайти в алтарь, чтобы не сквернили святынь. Он отказывался от диаконского сана, зная, кто он и что он. Но лишь только впоследствии, когда Господь призвал Тихой Пристани Царства Небесного, Он указал, насколько тот любил Бога. И та, которая была мужчиной, явила себя миру женщина, которой апостол Павел сказал, не мушный сосуд. Но здесь мы видим, насколько благодать Божия сильна и крепка в тех, кто возлюбил Бога. Сегодня мы призываем, не только сегодня, мы призываем на помощь преподобного Серафима Саровского. Как апостол Павел говорит, «Не знаю, в теле я или вне тело, я был взят на небо в Царство Небесное, где слышал неизлаголанные глаголы Царства Небесного». Так и я могу сказать в одно время, знаю того человека, с которым общался и насколько преподобный в самое тяжелое время приблизился к этому человеку и помог спастись, помог многим трудам и подвигами, которые перенес этот человек на своем жизненном пути. И множество мы можем навести примеров до сегодняшнего дня, как близок к престолу Божьему в Царстве Небесном преподобный Серафим. Мы видим прекрасную обитель, мы видим множество храмов, мы слышим множество молитв, которые призывают Серафима на помощь, и никто не отходит неуслышанным. Преподобный отче Серафиме, моли милости у Бога, да исподобит нас быть твоими чадами, в целомудрии, в святости жизни, в терпении, страдании и поношении, заушении и насмешек, чтобы мы это все именили ни во что и сделались наследниками Царства Небесного. Аминь.